Ага, вот. Зелёные свои, а красные не свои. Ну давай. Я пока дойду, там уже всех замочат нахрен. Фидель, а где Фидель-то? А, правую сторону, чё-то больше не чувствую. Ковалёв самоустранился и ушёл в прострацию. Осталось только всё красиво обыграть. Красиво обыграть? Это как так? Народ по большей части готов к выборам. Все будут голосовать за указанных кандидатов. Какой-то рыбак хотел ввести свою кандидатуру. Но ему быстро объяснили, что в выборах могут принимать участие только постоянные жители села. Короче, всё будет, кх-кх, законно. Ковалёв не особо сопротивлялся своей отставке? Да нет, он вроде как бы даже к ней готов. Наверное, уже давно сообразил, что его время пришло. И что пора отдать дорогу другим. Правильный ход мысли, как по мне. Главное, что он не стал вставлять палки в колёса. Ага. А кто наши кандидаты? Ну, помимо товарища Гранкина. Иван Иванович разглаживает пиджак и чуть понижает голос. Помимо Гранкина, баллотироваться вызвалась Катя Радченко, хозяйка местной харчевни. Денис Денисович предполагает, что она сделала свой шаг. Это не страшно. Он начинает говорить ещё тише, почти переходя на шёпот. Гранкин думает, что победа у него в кармане. Но это может быть совсем не так. Поставлю вопрос ребром. Давай сразу решим судьбу деревни. Кого нам стоит поддержать? Ты, как представитель завода, думаю, вполне вправе это решить. Давай, наверное, за Катюху, да? Думаю, что победит должна Катя. В конце концов, свежая кровь, новые идеи. Иван Иванович бросает быстрый взгляд на обильно потеющего деревенского завхоза и кивает. Понял. Свежие идеи, это, конечно, хорошо. Но отсутствие хоть какого-то опыта и горячая голова, это уже похуже. Впрочем, с Денисовичем под боком, я думаю, что она будет проводить полезную для деревни политику. Ладно. Тогда тебе, возможно, будет интересно узнать, что в деревне есть два человека, которые сильно настроены против её кандидатуры. Во-первых, это жена охранника казны. Такая хозяйственная женщина с суровым крупным лицом. Кажется, её зовут Карина. Она и сама против Кати. И мужа своего против неё настраивает. И вообще мутит воду. А во-вторых, это сам Гранкин. Ему лучше указать на его неправоту, провести политбеседу, если ты хочешь официально. За ним далеко ходить не нужно. Вот он, под боком. Также тебе стоит разыскать эту Карину и как-то убедить, поменять её точку зрения. Это вся оппозиция? Остальные либо индифферентны, либо проголосуют вместе с большинством. Но есть ещё один момент. Ну, разумеется, что ещё такое? Мужчина тщательно приглаживает свои редеющие волосы и придвигается к вам поближе. Слушай, выборы должны пройти без сучка, без задоринки. Это значит, что нам нужна стопроцентная явка. Как в СССР. Земля им пухом. Но проблема в том, что два человека в деревне наотрез отказываются голосовать. Да ещё и остальных смущают. Это так называемый Дед Семён, который принципиально не хочет голосовать за Гранкина. И по его словам, не хочет взваливать подобный крест на Катю. А также охранник Ян, который решил, что демократия – это ещё и право отказываться. Этих двух баламотов нужно принудить к кооперации. А зачем их трогать? Не хотят голосовать и пожалуйста. Эээ, нет. Всё-таки первые выборы в отрадном нужно получить красивую статистику. Да и вообще, сейчас жители находятся в неуверенности насчёт того, что им нужно делать. А требуется от них только одно – проголосовать. Всё должно быть идеально. Эх ты, ну что поделаешь. Попробую их убедить. Рад слышать. Эх, люблю административную работу. Да уж, ладно, я пошёл. Ты вообще, блин. Задания тут мне пообновляли, в рот компот. Отрадный. В выборах нового председателя мой выбор – поддержать хозяйку харчевни Катю. Теперь мне нужно как-то убедить проголосовать за неё и её главных критиков. Конкурента Кати – завхоза Гранкина. И жительницу деревни – Карину. Дед Семён и охранник Ян не хотят голосовать на выборах нового председателя деревни. Мне нужно их переубедить. Дед Семён и охранник Ян. Давай начнём с них. Охранник Ян – это вот этот, что ли, хер? А Дед Семён где такой? Кто ты будешь такой? Охранник Ян то смотрит вдаль, то оглядывается на проходящего ожидания выбора деревню. Заметив вас, он окивает. О, там ты. Исколь, привет! Слыхал про эти выборы? Вообще от ас. Я, наверное, воздержусь. А давай-ка, раз обсудим твоё нежелание проголосовать. Ну а чё тут обсуждать? Я не хочу голосовать. Я имею право. Нехорошо это, товарищ? Против общей резьбы идти. Против ледокола под названием «Коллектив». Провал. Охранник скептически усмехается. Ваш патетический тон был, очевидно, принят им за неуместную шутку. Давай меня ещё советскими штампами позакидывай. Может, просто к другим попристаёшь, а? Я вроде как определился, голосовать не буду. И пародия на генсека ЦК меня не переубедит. Так объяснил бы, хоть почему голосовать не хочешь? Что тебе не устраивает? Стражник цокает языком и сплёвывает себе под ноги. А мне не нравится, что наши единственные кандидаты это Катя из Харчевни и завхоз Гранкин. Катя мне как человек импонирует, но опыту у неё в политических вопросах ноль. А Гранкин мне наоборот, по-человечески противен. Зануда, возможный взяточник. Но зато у него есть опыт. Оба варианта так себе. Девушка, между прочим, светлая, добрая. Будет вам всем как мать родная. Что-то у меня такое ощущение, что ты сейчас просто агитируешь за неё. Хе-хе. Ну, с этого бы и начинал. С того, что у тебя тут свой шкурный интерес. Да при чём тут моя шкура? Просто мне кажется, что Катя заслуживает поддержки. Тебе лень помочь? Так хоть я помогу. Ян раздражённо сплёвывает. Ну, теперь ты меня ещё и козлом каким-то выставляешь, которого жаба душит Катьку выручить. Ладно, хрен с ним. Проголосую. Убедил. О, неплохо. Хо-хо-хо. Удачи на выборах. Я рад, что помог открыть тебе глаза. Нихера себе. Сам того не подозревает. Что-то сделал. Короче, что он согласился. Теперь Дед Семён. Где ты, мать твою, Дед Семён-то? Вот тут, что ли? Вот тут, наверное, он, да. Дед Семён. Это ты, да? Дед Семён расчёсывает свою густую бороду. При виде вас он подслеповато щурится и широко улыбается своей почти беззубой улыбкой. О, шинок. Все эти голосования. Это не по мне. Старый я для таких развлечений. Может, обсудим твоё нежелание голосовать? Отец. Да шево там обсуждать-то? Жа Гранкина галашовать мне противно. А Катю из нашей харчевни жалко просто. Не хочу я ей такой участи. Жа по щёлкам шледить. Отец, пожалуйста. Важно, чтобы все проголосовали, включая тебя. Провал. Старик хехекает в усы, снимает свою тюбетейку и нарочито спокойно начинает стряхивать с неё пылинки. Очевидно, что ваша попытка убедить его не сработала. И то есть мой навык на 73 общения, он тут нахер не работает. Отлично. Катя, может, и молодая, но она не наивная девчонка. Дела вести умеет. Уж поверь. Ты так думаешь? Я просто себя в её возрасте вспоминаю. А хотя с другой стороны, я в её возрасте тоже уже что-то о жизни понимал. Ну, даже не знаю. Нужно ли ей всё это? Так если бы не нужно было, стала бы она свою кандидатуру выдвигать? Дед Семён возвращает тюбетейку обратно на голову и согласно кивает. А ведь ты правду говоришь. Что-то я о Катьке всё о маленькой ещё думаю. Знаешь что? А ну и хрен с ним. Проголошую же Катьку. Надо хоть попробовать рожок. Как это? Голошовать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Правильный выбор, отец. Отлично. Отлично. Теперь осталось, наверное, самое сложное. Значит, нужно как-то убедить проголосовать за неё главных критиков. Конкурента Кати завхоза Гранкина и жительницу деревни Карину. Нужно найти эту Карину А где ее нахрен искать? Карина это, тощая она такая Вот это что ли Карина? Ты Карина, а? Перед вами стоит хозяйственная женщина С суровым крупным лицом Она одета в платье и фартук Кажется это та самая Карина, о которой говорил Иван Иванович Ох ты ж в рот компот, как мне везет, блин Эх, выборы, выборы Все кандидаты вызывают сомнения Вот об этом я и зашел поговорить О выборах или о кандидатах Так как голосовать я лично буду за завхоза Гранкина Он хоть и хитрый жук, но зато опытный Опытный в воровстве, в обмане, в подлости В неуважении к старикам Провал Женщина скептически усмехается Удивил, конечно Гранкин нормальный мужик Хоть и подворовывает Если с ним по ласковому Да по имени отчеству Все организует Прям как управдом наш до войны С чиновниками взятки и упрашивания Это нормально Иначе все бы своего добились И ни у кого бы ничего не было Но не лучше ли, чтобы лидер был честный? Женщина пожимает плечами Честность это в людях хорошо А в чиновниках самое главное это опыт Они уже рождаются, небось, с ручонкой для взятки протянутой Так что честностью их не измеришь Все одинаково лихие получатся А вот по опытности вполне можно разделить на хороших и дурных Гранкин в этом плане очень даже хороший У Кати есть опыт в щитоводстве А у деревни ни рубля не пропадет с ней Нуууууууууууууууууу Женщина почесывает затылок Гостей в ихнем кабачке всего ничего А все равно славится как хорошее заведение. И на плаву держится уже столько лет. Чуть не со смерти родителей ихних. Если это все Катькина заслуга. Может она и селом управится. Ах, чем черт не шутит. Ну, проголосую за нее. Что с того. Все равно переизберем другого кого. Если она не понравится. Вот именно. Но пока голосую за Катю. Вот отлично. Остался последний этот упырь. Гранкин Хренанкин. Пойдем его убеждать. Это ты, да, наверное? Завхоз Гранкин суетится и осматривается по сторонам. Очевидно, что он нервничает. Заметив вас, он щелкает пальцами. Будто пришел к какому-то решению. К выборам почти все подготовлено. Остались только мелкие детали. Вот об этом я и зашел поговорить. Этого упыря, наверное, надо припугнуть. Да? А что такое? Может мне нужно речь подготовить? Послушай, друг. Для всего поселения будет лучше, если на выборах победит Катя. Провал. Ну, конечно, конечно. Мужчина возмущенно отстраняется от вас и даже топает ногой. Более бредового заявления я в жизни своей не слышал. Чушь! У меня больше опыта. Я старше, солиднее. Это просто не умно. Кранкин, а как насчет роли серого кардинала, мудрого наставника, который будет направлять молодую председательницу в нужное направление? Провал. Завхоз задумывается на мгновение, но все-таки отрицательно качает головой. Исключено! Я не хочу размениваться на такие глупые полумеры. А может эти сто рублей поменяют твое мнение? Что скажешь? Завхоз надолго задумывается. Наконец он нервно потирает вспотевшие ладони. Сто рублей? Это большие деньги, конечно. Ну да. Но недостаточно большие, если вы понимаете, о чем я. Хе-хе-хе. Продажная свинья. Тогда может еще эти дополнительные сто? А в сумме выйдет двести. Глаза мужчины загораются огнем жадности. Хм. Вы умеете убеждать, товарищ. Отдавайте сюда деньги. Вы передаете двести рублей и быстренько пересчитав их, Гранкин объявляет. Да. Так и быть. Я отдам свой голос за Катю. Пусть она будет председателем. Мудрое решение. Очень мудрое. Отлично, отлично. Что у нас по заданиям? Я сделал все, что мне поручил Иван Иванович. Теперь пришла пора выборов. Иван Иванович. Иван Иванович любопытно оглядывается по сторонам. Заметив вас, он приветливо машет рукой. Как могу помочь? Все готово. Я разобрался со всеми задачами. Да. Времени уже достаточно прошло. Ну что же. Отлично. Полагаю, что можно приступать к главному делу. Хотя нет. Сперва. О, ну что еще такое? Ой, даже как-то неловко просить. Ну понимаешь, мне нужно 30 стопок всякой разной макулатуры. Это для бюллетеней и прочих необходимых документов. Сам понимаешь. Бумага сейчас товар не из дешевых. Ты серьезно? Где я тебе столько макулатуры возьму? Мужчина с предельно серьезным видом смотрит на вас, но внезапно раздражается хохотом. Его телохранитель криво усмехается. Смеются они явно за ваш счет. Блин, шутники. О, ты бы видел свое лицо. Да успокойся, у меня все при себе есть. Что думаешь, что имеешь дело с новичком каким-то? Ну ты даешь, Иваныч. А я и не думал, что ты такой шутник. Значит, ты ошибся. У меня работа не то, чтобы особо интересная. Нужно ее иногда разбавлять всяким. Ладно, шутки в сторону. Пора начинать этот карнавал. Иван Иваныч хлопает по плечу своего телохранителя. Тот кивает и неспешно выходит на улицу. Ждать избирателей. Жители деревни посепенно собираются у входа в здание. Вы слышите разноголосые перекрики и перешептывания. Люди с любопытством заглядывают внутрь и давят друг дружке на спины, чтобы лучше видеть, чем вы там занимаетесь. Охраннику Ивана Иваныча даже приходится, угрожая коротким деревянной дубинкой, оттеснить их подальше. Чиновник тем временем достает необходимые ему для работы документы, аккуратные прямоугольные листы бумаги и целую пригоршню карандашных огрызков. Все это выносится жителям. Несмотря на относительно небольшие размеры деревни, голосование занимает добрые два часа, за время которых среди избирателей успевает разгореться политический спор, даже отдаленно не связанные с проходящими выборами. В здании, откуда ни возьмись, забегает свинья, а также отлавливается какой-то пришлый рыбак, который под шумок хотел проголосовать за самого себя. Хе-хе-хе. Ну, наконец, все расходятся. Иван Иванович немного щурясь, осматривает колоду бюллетеней в своих руках и кладет их на тумбочку. Да, скажем так, тут не высшая математика. Ну и кто победил? Ваш собеседник еще раз склоняется над списком результатов, что-то безмолвно проговаривает себе шевеля губами и, наконец, без особого восторга произносит. Да, молодость, молодость победила! В лице очаровательной Кати. Интересный результат. От местного населения, честно говоря, страсти к таким резким переменам не ждал. Но, с другой стороны, я же не знаю, насколько им надоела власть пожилого патриарха. Это Катя, как я успел заметить. Девушка умная. Хотя для общественной работницы этого навыка мало. Без него было бы еще труднее прижиться на посту. Удачи ей, так сказать, и быстрой обучаемости на новом месте. Ух... Захватывающий мир избирательных демократии. Шо теперь? А теперь ничего. Дело сделано, и я поеду обратно в Краснознаменный. Приятно было познакомиться и передавай Дэну мое уважение. Кстати, если будешь проходить мимо торговой палаты Краснознаменного, то не стесняйся. Спрашивай Ивана Ивановича. Мы же теперь, считай, коллеги. Так и сделаю. Удачи в дороге, Иван Иванович. Чиновник кивает вам, собирает свои вещички, сидится на дорожку и выходит из дома. Через минуту на улице слышится звук мотора и виск шин. Иван Иванович покинул отрадное. Ну, вот и все. Журнал заданий обновился. Выборы прошли успешно. Теперь нужно отрапортовать об этом Дэну. Да уж, я отрапортую. Катюха, где Катюха, кстати? Она уже, наверное, здесь? Катюха, вот она ты стоишь. Ну, что скажешь, а? Председательница. Катя с головой ушла в работу с каким-то исписанными мелкими почерком бумагами. Она медленно поднимает взгляд на вас и доброжелательно, но рассеянно улыбается вам. Привет, а я тут. Она с беспомощной улыбкой показывает вам документы. Работой занимаюсь. А я, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с победой. Спасибо тебе большое. Ситуация, кажется, немного смущает девушку, и она снова опускает взгляд на бумаги. Может, поговорим о селе, о слухах всяких там? О селе? Да? Хорошо, проверишь меня заодно. Мне теперь это место, как свои пять пальцев, знать нужно. Тяжело быть главой, в общем и целом. Катя тихо вздыхает. Нелегко. Постоянно боюсь ошибиться, подвести народ. Поводов пока в себе сомневаться не было. Но боюсь, когда появятся, не замечу и наделаю дел. Поэтому каждую бумагу по сто раз перечитываю, перед тем, как в дело пустить. Звучит неплохо. Так, а еще вопросик. Что скажешь теперь об отрадном? С нового поста. Скажу, что покой в нашей местечке обманчивый. Ты не представляешь, сколько тут всего на самом деле. Старички все про свои будущие похороны уточняют. Карина вопросами об инфраструктуре донимает. Знает ли она сама, что это словечко значит? Хе-хе. Забавный народ. Спрашивает с лидера по полной программе. Не щадит? Ты держись, смотри. Да, еще вопросик. Что в руководстве селом самое необычное? Самое-самое? Катя усмехается. Почерк товарища Ковалева в старых годовых книгах. У товарища Микояна и то понятнее. А ведь он у нас доктор. Да уж, хороший почерк, это важно. Ладно, давай еще спрошу. Какие-нибудь интересные слухи тебе донести успели уже? Бабушки наши, мне все уши прожужжали про того мужика, который к нам в деревню иногда со своей хрюшкой забритает погостить. Я сама видела не раз, какой он странный. А они прямо боятся его. Говорят такие вещи, им иногда высказывают, что прям перекреститься охота. Просят Яну приказать его не подпускать к селу больше. Но я не думаю, что такие меры обоснованы. О как! Интересно. С другой стороны, давай сменим тему. А когда ты освободишься, я бы хотел с тобой пообщаться в более свободной обстановке. Так сказать, подкатить к тебе, короче. Катя смотрит на вас извиняющимся взглядом. И я... Тевушка будто бы старается припомнить новую для себя деловую фразу. Я тебя услышала, но боюсь тех летних вечеров, когда я со своей тетрадкой могла часами в харчавне просиживать и болтать о чем попало. В ближайшем будущем не предвидится. А может для меня сделаешь исключение? Успех! На лице и во взгляде Кати противобоструют две силы. Чувство долга и желание согласиться с вашим предложением. Наконец она скромно с извиняющимся улыбкой опускает глаза. Мне бы этого хотелось. Правда. Очень. Но... Давай я тебе сама дам знать, когда выйдет. Ну что же, тогда сменим тему. Видишь, как хорошо. Вот так вот. Больше мне ни о чем не надо. Я пойду. Оставайся, Катюха. Так, что тут у нас наш бывший председатель-то что-нибудь скажет? На лице товарища Королева застыла спокойная улыбка. Он выглядит погрязшим где-то в своих мыслях, но при этом максимально довольной жизнью. У вас появляется ощущение, что такое с ним происходит не часто. А может подобное умиротворение у мощного старика и вовсе в первый раз? Ладно, не хочет он с нами говорить. Все, поехали к Дэну. Сопли тут морозим. Не можем мы склонить Микояна, чтобы вылечить пацанчика. Видимо, он умрет. Или не умрет. Вот я и на заводе у Дэна. Сейчас я дойду до сюда. Посмотрим, что за херня тут у них. А где у них тут охранник стоял, интересно. Что за хрень? Вам навстречу выбегает запыхавшийся косой. Он постоянно оглядывается назад, как будто боится преследования. Заметив вас, он машет рукой и останавливается. Что за херня тут у вас? В лагерь соваться не рекомендую. По крайней мере, без особой осторожности. Дэн с Шишаком что-то там не поделили. Уже который день, понятно было, быть беде. Рамсили друг на друга без особого уважения. А теперь рвутся друг к другу к лодке перегрызть. У каждого свои последователи нарисовались. Нюхера себе. Вот это тут это, как он, смена власти? Пока что спокойно, разошлись, расселись по хатам. Но такая молчанка обычно перед сильной грозой стоит. Ага. Так что ты как хочешь, а я драпаю. Потому что чую, что в этой междоусобочке много пацанов ровных поляжет. Мне одним из них встать не улыбается. Если Дэн в будущем разборки не поляжет, вернусь. А так, не, скоро уже штурм завода должен начаться. А в чем причина ссоры, хоть поведаешь? Нам, холопам, никто особо не докладывает. Внутренние терки какие-то. Борьба разных интересов. Казалось бы, против Дэна воевать, что против ветра. Но с другой стороны, такой тертый калач, как шишак, буду бы не поднимал. Если бы не чуял, что победить может. Поэтому я линяю. И тебе этого же советую. Ээээ, ни хрена себе. Я тебя понял, давай тогда удачи. Эээ, и тебе не болеть. Пока-пока. Эээ, чё за херня? Бандит промазал. Какой бандит? Чё за херня? Чё происходит нахер? Кто меня атакует? Чё за дела? А? Ребята? Эээм. Вляха-муха. Ааа, они все где-то там. Короче, надо было в здание заходить. Бандит получил урон 15. Там кого-то мочат. Хе-хе-хе-хе. Вот это фигня. Член группировки заводских получил какой-то урон. А вон они где мочатся. Нихера у них тут разборка. Хе-хе-хе. Пинает друг друга, короче. Капец. Кого мочить? Член группировки заводских. Ааа, вот эти вот. Так, это член группировки. Бандиты с оружием, да? Бандит получил столько-то. Ага, вот. Зеленые свои, а красные не свои. Ну давай. Я пока дойду там уже всех замочат нахрен. Фидель, а где Фидель-то? Ааа, правую сторону. Чё-то больше не чувствую. Вот, легко ранен. Но надо вот этого сливать. Он же с оружием. 32 урона. Сожрал, ублюдок? Куда ты бежишь, тварь? Э? Ранен. Сдохни. Да ты гонишь. Ну давай этого валим. Чё он тут будет бегать? Они его сейчас сами заколотят. Вгонят в землю. Кого? Вот этот ранен? Или вот этот присмит? Давай вот этого шлепнем. Ну прикончите его уже, ё-моё. Аши ребра хрустнули. Так уж. Вы чё, ребята, в натуре? Аши ребра хрустнули. Ты встал тут специально, да? Наконец-то, господи. Всё, да? Чё у вас тут хоть случилось-то? Ты мне не говоришь? Дэн нервно постукивает себя по ноге. Заметив вас, он дергается. Будто кто-то выстрелил рядом с его головой. Но тут же берёт над собой контроль и обращает в своё обычном прохладном манере. А вот и ты. А вот и я. А вы тут тоже не скучали, как погляжу. Дэн невольно заминается и разводит руками. Да, Шишак, конечно, подложил нам свинью, но теперь он мёртв. Правда, это ещё не конец. А из-за чего вы подсапались-то? Это уже давно на самом деле назрело. Шишак считал, что я, мол, слишком мягко руковожу. Он был полезен по-своему. Поэтому я его держал. Но следить за ним приходилось. И вот, не доследил. У него были сообщники за пределами лагеря? Дэн согласно кивает. Однозначно, среди поддержавших его, я заметил, было много пришлых. Не моих парней. Жаль, что они либо погибли, либо разбежались. Главарь задумчиво приглаживает усы. Слушай, может, у меня для тебя найдётся ещё работёнка? Я слушаю, что за работёнка? Я вот думаю, где он набрал людей? В перегоне там меня недолюбливают, да и всякий лихой народ туда стекается постоянно. Но и они должны понимать, что Шишак был бы не самой лучшей заменой. А может, в Краснознамённом, в катакомбах под городом, живёт разбойное братье, которое всегда готово к очередной авантюре? Ммм... О, катакомбы, ни хера себе. А чё ты сразу не сказал? Всё это создаёт массу вопросов, заниматься которыми я сейчас не могу. А вот ты, наоборот, вполне можешь. Да, задачка из разряда «сходи туда, не зная куда», «принеси то, не зная что». Но ты уже проявил себя как хороший специалист по таким щекотливым поручениям. Ну так как? Ты готов разобраться в этом змеином клубке? Это, конечно, хорошо, но вы мне так и не заплатили за всю эту авантюру с выборами? А, да. Как они прошли, кстати? Нормально, победила Катя. Катя? Ну, насколько я знаю, она девушка разумная, то есть пойдёт с нами на контакт. А как иначе? Мы же единственная их надежда в этом мире. Нравится это жителям от родного или нет? Ладно, подожди, сейчас дам тебе деньги. Дэн засовывает руку за пазуху и достаёт пухлый конверт. Вот, тут 400 рублей. Всё-таки работёнка была не пыльная, полегче предыдущей. Спасибо, деньги не повредят. Взять конверт. Вы берёте конверт и взвешиваете его в ладони. Он приятно тяжёлый, и улыбнувшись, вы кидаете его к остальным пожиткам. Приятно иметь с вами дело. Дэн подкручивает усы и смеряет вас с холодным взглядом. Так, вы какую-то работёнку упомянули? Что там ещё раз было? Как я и говорил, Шишак не мог один действовать. На его стороне было слишком много чужаков, нанять которых он мог либо только в перегоне, либо в краснознамённом. И не только нанять, возможно, даже что получить там приказы и инструкции. То есть, точно неизвестно, но подозрения есть. Ладно, с чего мне тогда начать? Вопрос непростой. Честно говоря, и мне неприятно это признавать, но я не знаю. Сходи в перегон, спустись в катакомбы под краснознамённым. Я практически на 100% уверен, что ответ где-то в одном из этих мест. Погоди, давай я отмечу, где они, если ты там ещё не был. Дэн берёт вашу карту и быстро чертит на ней кружочки в тех местах, где находится перегон и краснознамённый. Он ещё раз окидывает карту взглядом и возвращает её вам. Держи. Ммм, ну хорошо. Посмотрим, что я смогу сделать по этому поводу. Вот и прекрасно. Так, что-то ещё? Ммм, больше ничего. О, я пошёл. Отлично, деньги получили. А тратить их, собственно, некуда. Магазин у вас тут нет. Пустоши. После гибели предателя Шишака, Дэн попросил меня разобраться, кто мог ему помочь. Он подозревает, что сообщники бунтовщика могут быть либо в перегоне, либо в краснознамённом. Но это ещё не факт. Хорошо, ну, раз мы здесь, давай до перегона сходим. Только надо сначала этих всех жмуриков обшмонать. Ух, ни хера себе. АКС-74. Урон 7.14. А мой увод 9.19. Какого хера он слабее? Я всё равно продам, в принципе. Чё, нормально? Ржавые охотничьи ружьё. Ух ты, ржавый обрез. Топорик 7.12. Интересно, если я его Фиделю дам, нормально будет или нет? Это мы тоже забираем. Ребята, вы на трупах хоть не стойте, а ну что за манеры? Я тут пытаюсь вообще-то собрать. Э? О, это чё такое? Связка ключей. Связка со множеством ключей. Она предоставляет гораздо больше свободы для взломщика, чем простые отмычки. Плюс 30 взлома. Подожди, а у меня сколько отмычки? Плюс 20 взлома. Ух ты, это круто. Взять всё. Ого. Так это шишак и был, да? Урод. Чтоб ты сдох, тварь. А ты и так сдох. Ну, всё, пойдём в перегон. Вот теперь-то при дневном свете-то намного лучше видно, что тут есть вообще. Ну, понятно, ЖД-пути это ладно. Смотри, контейнеры, которых нет ничего. Ладно. Здесь тоже ящики. Тут у нас вон оно чё. Ага, баржа стоит. На барже почему-то никого нет. Смотри, солнышко. Чё нарисовано? Пиратский флаг. Кому тут нахрен обращаться-то, а? Есть тут вообще кто? Как я тут могу чё посмотреть? Нету на барже вообще никого. Грёбаный перегон, а? Ну, нет здесь никого. Я тут никого не вижу. Значит, пойдём искать этот подземный ход в Краснознамённом. Блин. Какое время зря потерял, а? Спасибо за просмотр!